Россия взяла на себя обязательство не сосредотачивать определенное количество войск в отдельных регионах на своей собственной территории. Ну что, колония чья-то, что ли? Ну, ты можешь себе представить, чтобы Америка взяла на себя обязательство на территории США не двигать войска так, как ей хочется? Конечно, можно себе представить, что такие угрозы могут возникнуть. Сегодня их нет. И то, что нам говорят, это неправда. Сегодня нет угроз со стороны ни Ирана, ни Северной Кореи. И мы тысячу раз уже это показали. На сегодняшний день противоракетная оборона, безусловно, нацелена на то, чтобы нейтрализовать ракетно-ядерный потенциал Российской Федерации. Почему? Потому что радары, которые выставляются вблизи наших границ, и противоракетные системы, они будут перекрывать нашу территорию до Урала. То есть они будут перекрывать места базирования наших наземных ядерных сил. Вот и все. Нам говорят, вы не бойтесь, мы против вас их не используем. Но технически это все становится возможным. И никаких гарантий неиспользования против нас, даже письменных, они давать не хотят. Давайте не будем забывать, что Соединенные Штаты – единственная страна в мире, которая когда-то применила ядерное оружие. Причем применила против неядерной страны, против Японии. Мы что, это просто вычеркнули из памяти, что ли? Нет. И не можем это вычеркнуть. И мы всегда будем реагировать на угрозы, которые возникают возле наших границ. Вот знаете, я сейчас скажу очень простые вещи. Очень простые, понятные. И на самом деле они лежат в основе многого, что происходит в наших отношениях с Соединенными Штатами. Мы единственная страна, кроме США, которая имеет ядерную триаду на земле, в воздухе и в океане. И количество ракет, и мощь, возможность доставки сопоставимы. И именно это лежит в основе очень многих решений, направленных в том числе на сдерживание России. Вот когда нам в Совете Безопасности ООН показывают какой-то порошок, который якобы найден в Багдаде, либо где-то на другой территории Ирака, и под этим предлогом, под предлогом того, что этот порошок является средством массового уничтожения, нужно вторгнуться в страну, ликвидировать там армию, повесить руководителей, какими бы они ни были. А потом выясняется, что никакого оружия массового уничтожения там нет. У меня сомнения возникают. Так ли наши партнеры искренне? Мне кажется, что наши партнеры не хотят союзников. Они хотят вассалов. Они хотят управлять. Но Россия так не работает. Мы видим, как сегодня складываются военные кампании, на чем основан успех. И поэтому наши вооруженные силы должны отвечать требованиям завтрашнего дня. И по обычным вооружениям, и тем более по силам ядерного сдерживания. В чем-то мы даже на полшага впереди наших американских партнеров. У них есть свои преимущества. На море особенно, особенно по лодкам и так далее. У нас есть свои преимущества. Я сидел и всю дорогу, пока летел в самолете, писал. И мне хотелось сказать то, что я думаю и как я вижу ситуацию. Но хотелось это сказать не для того, чтобы кого-то в чем-то уличить или напугать, или пристыдить, а для того, чтобы создать другую атмосферу, атмосферу открытости в наших контактах и разговорах. Чтобы не было недосказанности. Чтобы мы понимали друг друга и говорили на одном языке. Я ничего нового и такого неожиданного ни для кого не сказал. Мир меняется. Невозможно уже руководствоваться схемами, которые сложились после Второй мировой войны. Даже с союзниками уже по-старому невозможно разговаривать. Новые угрозы появляются. Новые центры силы появляются. Это нужно все учитывать. И вот на это я хотел обратить внимание. А не ущипнуть кого-то. Потому что если мы будем это учитывать, эти изменения, и будем на них реагировать, то мы сможем создавать более устойчивую ситуацию. Если не будем, то будут постоянно возникать конфликты. Сидай, сядь, сядь. Сиди, сядь. Вот бумажка. Сиди, вот бумажка. Вот ручка. Снимай, снимай, снимай. На, пошли. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...